Всем привет! С вами Илья. В этом видео я вам покажу четвёртого дракона. Дракон Земли. Мини-дракон Земли. Моя новая самоделка по мини-драконам. Драконам в мини-формате. Дракон Земли. И мы его будем рассматривать сегодня. Основные цвета. Тёмно-серый, светло-серый, чёрный, немного золотого. Есть салатовые цвета, немного оранжевого. Цвета Земли. Цвета Коула. Здесь сидит Коула с косой землетрясений, днятя Земли. Давайте внимательнее рассмотрим каждую часть дракона. И начнём, наверное, с головы. Голова у дракона вот такая вот, миниатюрная. Как и сам дракон. Голову я сделал по... Шаблону, что ли, как так сказать. Да. По образцу дракона... Боевого дракона Мастера Ву набор выходил по 13 сезону. Во втором полугодии этого года выходил набор. И... Подобную голову, конструкцию... Подобную конструкцию я собрал голову для этого дракона. И, как видите, получилась она аккуратная и действительно похожая на дракона очень. Хорошо подходит, прям классная конструкция, мне понравилась. У дракона Чампи я взял. Вот. Такая вот голова, она подвижная, конечно же, на шарнире. Здесь, как зубы, глаза в золотом цвете. Далее тут идёт шея. Вот она может вверх-вверх-вниз подниматься, опускаться. Здесь сидит колл. Давайте сниму его. Вот. Седло. Сюда можно посадить ковала. И он будет летать, управлять драконом. Далее здесь есть флаг с сюрикеном, который подвижен. Здесь идут крылья на клипсах. Вот так вот дракон может летать. Это вот. В плечах здесь. Ещё здесь есть соединение, продолжается на шарнире. Так можно большая амплитуда движений есть. Можно различные, различные положения ставить, придавать крыльям разные позы. И сделал я хорошую подвижность в крыльях. Да и вообще дракону я сделал хорошую подвижность, умеренную. Чтобы гармонично всё смотрелось, аккуратно было собрано. Чтобы он не разваливался и не рассыпался и не падал. Поэтому над этим драконом я действительно постарался хорошо. И по-моему, этот дракон получился у меня лучший из четырёх самоделок всех драконов. Так, и давайте посмотрим крылья сами. Здесь вот тоже как основание, как у всех моих драконов. Мечи. Элементы тут подвижны некоторые. Вот этот элемент подвижен. И вот этот. Вот эта часть крыла. И также здесь, вверх-вниз, может лапа. Обсаживаться, поднимаются когти. На другой стороне точно так же. Давайте рассмотрим хвост. Хвостик у дракона вот такой. Чёрные шипы такие. На золотом таком цвете. Хорошо. Хорошее сочетание для дракона земли. И на конце как такой... Такая булава. Похожий элемент на булаву. Дракон земли, он как такой... С окрушительной силой может бить там врагов. Вот. Поэтому хорошо подходит вот эта деталь. Давайте посмотрим. Ноги. Ноги у дракона подвижны. Вот. В бедренном суставе. Зад-вперёд. Что позволяет... Что даёт хорошую подвижность. Можно в различные позы ставить. И при этом дракон устойчивый. Вот этого я именно и добился в этом драконе. Что каждая часть в нём гармонична с другими. Сделал я здесь соединение на вот... На техник крепления. Вот. Так вот. Такие вот они гладкие. И сгибается ещё здесь в ступне. Вот тоже. Здесь вот такие коготочки. Взял я вот эту конструкцию, потому что она простая. Но она круто смотрится. И она хорошо функционирует. Вот. С другой стороны вот точно так же. И в полёте дракон выглядит вот так. Давайте ещё ковала посажу, чтобы он управлял им. И вот так вот летает дракон. Давайте ещё снизу посмотрим. Снизу дракон выглядит вот так. Гладкий он снизу. Почти везде. Аккуратно я сделал его. Вот здесь вот можете видеть форму такую. Здесь вот на крыльях гладко. Здесь на шее. Аккуратно я сделал. Над этим драконом я постарался, наверное, больше всего. И собирать его было, вы знаете, приятно, честно скажу. Мне его понравилось собирать очень. Я прям получил большое удовольствие. Я прям сидел, придумывал каждый момент. И реально получал удовольствие от придумывания, сборки, выдумывания различных элементов. Так. Ну, крылья ещё. Посмотрим внимательно. Снизу. Крылья вот такие. Тоже вот такая вот деталь. Для основания крыльев. Вот такой вот формы. И вот уже там можно вот строить, определять, уже наращивать крылья. И получается вот такая вот форма клёвая. Такой вот дракон. И... Наверное, некоторые из вас смогли заметить. Я запустил марафон самоделок мини-драконов. И собирал я дракона огня, дракона льда, и дракона молнии. Четыре дракона я собрал вместе, одновременно. Такой вот я марафон устроил в сентябре, в начале сентября. Четыре дракона для основной команды ниндзя. Основных ниндзя огонь, лёд, молния и земля. Это прекрасно. Круто. Всегда мечтал о том, чтобы... Вот у четырёх ниндзя, у Кая, Зейна, Джея и Коула были драконы. И я собрал их в мини-формате. И это мило смотрится, ну согласитесь, это мило. И кстати, обзоры вы можете найти на моём канале. На вот этих драконов. Я в конце оставлю плашечки, вы можете потом в конце видео перейти на них. Посмотреть. Посмотрите. И вот я старался... В каждом драконе свою... Каждую особенность... Для каждого дракона особенные конструкторские решения сделать. Каждый дракон индивидуально в конструкции. В каком-то такая фишка, в каком-то другая. Вот, например, у дракона Кая, он прост. И у него подвижность крыльев на деталях... Раздвижных таких, раздвижных деталях. Ноги у него сделаны по-своему. У дракона Зейна тоже похожая конструкция крыльев, но довольно-таки доработанная. Хвост попроще и голова. Я сделал её сложнее, и от этого она стала... И от этого она выглядит детализированной и классной. Пока вот буду показывать, пока рассказываю. У дракона Джея, вот этот дракону Молнии, я... Поэкспериментировал с ногами, с головой, с формой головы. С туловищем сделал его я больше. Также у каждого из драконов... На каждом из драконов есть седло. Ну или что-то типа того. Вот дракон Молнии, как раз о нём говорю. Простой хвост. У дракона Молнии я поэкспериментировал с туловищем. Сделал его большим, массивным. Также над крыльями новую конструкцию проработал. Также я попробовал, придумал новую конструкцию для ног. И это было интересно. Дракон с земли. Здесь я разные попробовал. Я конструкцию крыльев попробовал. Немного другую, похожую, конечно. Крылья, в принципе, такие же. Такое вот соединение. Голова сборная. Вот такая вот именно аккуратная. И вот эту конструкцию можно использовать. Много... В разных драконах, вообще в любых драконах, хорошая конструкция. Ноги я сделал на техниках крепления, соединениях. Мне понравилась. Подвижность вполне себе хорошая. Хорошая подвижность и устойчивая. Вот это мне понравилось. Тоже буду теперь использовать в своих самоделках. Экспериментировать. Не экспериментировать, а использовать в самоделках своих. Вот вообще... Большой опыт я получил, собирая вот этих всех драконов. Вот здесь вот так вот, закрыто. Каждый дракон... От каждого дракона я старался, конечно же. В каждого дракона я вливал свою душу. Трудился. И мне это нравится. Я люблю самоделить. Я люблю драконов. Я люблю... Я люблю... Лего. Ниндзяга. Это мне нравится. И... Я это делаю для себя. Я это делаю для вас. Мои зрители. Вам это нравится. Если вы это смотрите, вам это нравится. Я вижу вам. Вы смотрите. Откликаетесь. И... Я рад, что... Вы у меня есть. Спасибо каждому. Моему подписчику, моему зрителю. Это круто. Действительно. Вот драконы. Вот так вот они вместе смотрятся. Возьму, наверное, руки... В руки камеру. Покажу их вот так. Я надеюсь, что... Эти видео с драконами... Были для вас полезны. Какие-нибудь фишки вы можете для себя присмотреть. Возможно, для своих самоделок. Да и просто... Посмотреть мой опыт. Как... Как... Вообще... Ну, полюбоваться. Мне нравится делать самоделки. И... Я поставлю этих дракончиков себе на полочку. Они будут у меня... Стоять. Я буду любоваться. И... Круто, круто. Драконы четырех стихий. Лед, огонь, молнии. И земля. Это... Это потрясно. Правда, потрясно. Я... Я доволен своей работой. Очень доволен. Кто помнит, в пилотных выпусках были драконы у ниндзи. Появились. И... Вот эту идею я взял. Что-что. Четыре ниндзи, четыре дракона. Четыре стихии. Но я, конечно, не по мультсериалу собирал. Все-таки. И мини-версии. И... Я их вообще выдумал. Дракона каждого... Как я уже говорил много раз в своих видео об этих драконах. Моя выдумка. Мои выдумки. Мои самоделки. И вот... Варенье Мэй. Мне понравился сам процесс... Сборки, выдумывания, придумывания. И... Это смотрится шикарно. Поставлю на фолку, будет очень клево смотреться. Пожалуй, на таком крутом виде драконов... Закончу это видео. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И... Всем пока.